здравствуйте мои красавицы я рада приветствовать вас на своем канале таро солнце давайте сегодня посмотрим расклад на тему его неадекватная реакция на ваше молчание благодарю вас за ваши лайки за ваши комментарии мне очень важна ваша поддержка видя ваши сообщения сердечки я понимаю что несу вам ответы на ваши вопросы и этим своим проявлением у нас с вами происходит обмен энергиями и закон вселенной это обмен энергии я предлагаю вам настроиться на загаданного человека представьте расклад общий поэтому каждый здесь услышит свою информацию за личными раскладами всегда мне можете написать в личку ссылки указаны под видео давайте сейчас настроимся на вашего мужчину тем чем лучше вы настроитесь тем больше информации и больше ответа вы получите в этом раскладе я растворяясь солнечном свете через меня с вами будет говорить вселенная называйте имя вашего мужчины дату рождения свое имя свою дату рождения вспомните ваши ощущения при мысли о нем самые положительные самые горячие страстные те которые просто кружат вам голову и у меня же голова закружилась девчонки представили вы знаете о чем я говорю четко и понятно я чувствую вас не только через карты 2 но и на эмоциональном и физическом уровне и поэтому максимально стараюсь вам передать все мои ощущения и чувства чтобы вы видели не 3d картинку 100d с разных сторон под земли и сверху чтобы ситуация была просто как прозрачный шарик который можно со всех сторон наблюдать посмотреть и понять все 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 говорю об этом падает карта высший мир действительно так все есть ну что давайте посмотрим какой мужчина к нам пришел какая женщина и что между вами происходит мужчина я уже подготовилась попросил разрешение вселенной через карты тару полностью ответить на ваши вопросы вы можете даже мысленно задать другой вопрос абсолютно не относящийся к раскладу к теме расклада и я постараюсь на него ответить здесь либо же вы можете обязательно не можете четко найдете его в моих других раскладах я отвечаю на все ваши вопросы смотрим какой к нам мужчина пришел мужчина мужчина меч мужчина который полностью уверен и знает что он делает мужчина который рубанет своим словом так что просто голова с плеч который не будет подбирать не слов который не будет подбирать не фраз он говорит все напрямую это как и есть мужчина у которого женщина живет в сердце когда он думает об этой женщины у него просто в глазах плывет все причем плывет так что сереет все то серое становится она не плывет как будто бы картинка расплывается нет а мир как будто бы тухнет когда он думает об этой женщине она совсем другая она иная она не такая как он это как огонь и вода то есть две огромные сильные стихии и он просто поглощается в ней мужчина который добивается всех своей цели и никакая гора никакое препятствие для него не препятствие он доходит туда что происходит со свечой вы видите это абсолютно поточище идет причем я когда говорю я в эту сторону дышу я не туда сижу сюда я в эту сторону вам это чтобы вы не думали что у меня там я дую на нее нет здесь идет работа с энергиями и вы понимаете вы видите какой у нас мужчина просто горю вот вот он вот это одно и то же я вам четко могу передать и я это чувствую он уверенный в себе она он летает он летает он летает либо прямом смысле слова летает либо же он улетает просто своими мыслями желаниями действиями он настолько в этом уверен что он просто улетает туда то есть он мучиться вот он летит туда так и есть и у него энергия очень сильная как поток воды который льется вот не речушка которая вот стоит а водопад который летит с силой сбивая все на пути вот вот это вот ваш мужчина он корнями прирошее просто к этому вот он такой вот он изначально такой то есть он родился такое уродился такой это не приобретенная это была с корнями и вот отсюда вот он вырос такой то есть вы понимаете она изначально уже было так заложено он у него по корням это идет и он уже не переродился здесь он не стал таким он таким уже родился он таким уже родился мужчина который видит перед собой цели и не видит препятствий которые уверены четки в своих чувствах действиях намерениях он четко знает куда найдет зачем найдет он видит эту цель знаете как вижу цель не вижу препятствий вот это вот такой мужчина пришел какая женщина вы можете быть смотрите мужчина может быть и воздушного знака зодиака но не обязательно расклад общий а женщина может быть земного она очень связана землей очень связана женщина которая просто с другой планеты женщина которая смотрит на планету нашу вот на которой мы живем просто как будто бы со стороны, она просто наблюдает, она как будто бы пришла, прилетела, посмотрите карту, ну, я же говорю всё, что есть, вот планета Земля, вот женщина, которая абсолютно другая, прилетела вот на эту планету, вы можете себя ощущать, как будто бы не с этой планеты, вы чувствуете, вы ощущаете, вы знаете уже, вы уже знаете сразу то, о чём другим людям нужно рассказать, объяснить, дать им понять, вы это просто знаете, потому что вы уже обладаете этими знаниями, у вас две планеты во лбу просто, луна и солнце, ну, как луна и солнце, то есть у вас соединено, у него здесь солнце горячий, а у вас полный комплект, у него солнце, а у вас полный комплект, то есть вы ощущаете, как и глубину ощущений, эмоций, энергетические связи, потоки, вы в этом всём, вы знаете, причём это для вас не просто как удивление какое-то, вы знаете, вы чётко понимаете, чувствуете, что это есть, вы чётко понимаете и знаете, как это ощущается, вы чётко уверены в своих ощущениях, и вы знаете, что если так, то никак иначе, тут без вариантов, вот, вот как знаете, у вас очень хорошо передаёт ощущение, вот, вот этот вот кинжал, вот у вас, вот в середине вы можете даже чувствовать, как будто у вас вот есть такой вот, как столб уверенности который вообще без вариантов тут сказать а может быть она верна нет я четко знаю как знаю не спрашивай потому что я другая вот так вот и здесь людям не объяснить как ты знаешь это поймет человек только который будет либо такой же как вы либо либо другой галактики такой же как пришедший просто на эту землю поэтому вы очень любите дом уют вы очень любите когда дома комфортно когда тепло вот мягкая чувствую мягкость прямо вы можете на мягеньком любить сидеть и лежать или укрыться или что-то чтобы мягенькая было вот я прям мягко мягкость вижу вот такой вот вы если у вас есть детки вы хорошая мама вы хозяюшка вы та которая обогреет просто как укроет крылом любого кто придет за помощью вы объясните вы дадите дадите понять вы человеку разъясните ситуацию чтобы он вот вы видя вот я говорю что вы увидите видите ситуации вроде бы как со стороны с другой стороны но вы эту информацию не скрываете вы даете людям дать и понять что происходит если видите что человек запутался не знает вы видите четко ситуацию вы ему даете для того чтобы ему помочь как будто бы в домике который стоит просто один в каком-то не знаю на какой-то опушке и там никого нет в этом домике зажигайте окошки для того чтобы там было и ютка уютно и светло и чтобы тот кто потерялся знал куда прийти и получить помощь вот такая информация сейчас идет с этой карты ну ладно мы не будем задерживаться долго потому что я могу по одной карте говорить много основное я думаю вам понятно о себе и о мужчине и что между вами мы смотрим между вами ребенок вот это да девчонки замысел всевышних сил я по-другому не могу сказать это ребенок обалдеть ваши чувства просто растут с каждым днем все больше и больше вы все больше и больше ощущаете у вас может быть знаете как вот прям посмотрите на этой карте вот со лба вот так вот в холод идти вот как будто со лба и по всему лицу вы можете чувствовать холод это вы ощущаете друг друга так вы передаете свои энергетические потоки и вы даете знать друг другу как вы чувствуете друг другу ваши чувства растут то есть дети растут набирается мудрости набирается понятий жизненных ощущений их осознаний вот это между вами то есть ваши чувства растут и вы растете вместе с ними вы получаете новые знания вы получаете новые ощущения ощущения друг друга ощущение себя это между вами это не только вы это и мужчина ваш тоже это то что происходит между вами и от луны до луны у вас может быть посмотрите в отношениях происходить и вот какие-то повторяющиеся события это может быть даже связано с лунным циклом то есть раз в месяц в месяц календарный или луны вот что-то происходит или он пишет вам или звонит вам или проявляется ли вы видите его во сне или он проявляется понимаете здесь луна здесь эмоциональная здесь энергетическая здесь не проявление в жизни что я его вижу но может некоторых проиграть это как расклад общий что и в жизни но здесь я вижу более по луне это на глубинном уровне осознания понимания вот вы можете в снах его как-то видите вот раз в месяц вы понимаете что вас четко приходит какой-то очень глубокий сон о котором потом месяц забыть не можете потом опять раз в месяц в луны какой-то вот очень связано с луной и вас в это время когда происходит событие вас будто бы озаряет вот вы видите будто бы прямо зарение как солнечный луч просто идет на вас и вы понимаете да да вот она может быть сейчас даже в этот момент когда вы слышите эти слова вы просто вас аж глаза открывать да действительно вот так оно есть я это вижу что между вами между вами и я вижу что темно сейчас темно ничего как-то нету вот вы ничего не видите что сейчас между вами между вами ну не вообще все плохо но вот вы света вот в ваших отношениях не видите сейчас вы понимаете что сейчас что-то полуподвисшим каком-то состоянии и какие-то проблески вот где-то вы его видите может вы его где-то в соцсетях где-то видите вот какие-то проблески я вижу вот во тьме я вам показываю где здесь я вижу одно но что вы знали просто на какое место посмотрела мне значит надо было вам показать я вижу что вы видите проблески вот вроде бы в этой темноте-черноте какие-то он фотку там авку он поменял или там он название там имени своего сменил или он там еще что-то зашел вышел то есть вы видите где-то вот так вот но чтобы он был у вас постоянно как на постоянной основе там общались говорили там у вас были постоянно переписочки там перезвонки там я тебя люблю я тебе тоже тра-та-та не не нету такого всего нет здесь нет здесь нет девчонки да опять я вижу вспышки вы можете видеть какие-то вспышки либо это вспышки света вас может лампочка мигать пишет вспышки в глазах либо же вы можете знаешь знаете как знаете как вот на машине вот едете в машине или в транспорте вы вот едете и перед вами машина которая может вот я прям вижу задние фонари машины вот что-то или в этот момент вы думаете о нем и в этот момент как раз смотрите вперед и видите фонари у машины которая идет перед вами вот что-то с фонарями и с машиной да да вот что-то и причем машина и не едет к вам вот вперед а это ее задний задний свет задний свет машины потом напишите мне девчонки конкретно что он отозвалась потому что много информации идет каждый слышит свое и давайте я наверное буду начинать таки раскрывать ответ на наш вопрос потому что с оракулой у меня особая связь и я могу по трем по трем картам просто сделать расклад на один час давайте посмотрим так его неадекватная реакция на ваше молчание неадекватная реакция на ваше молчание ну покажи как реагируешь девчонки влюбленный тут по моему без комментариев да понятно мужчина влюбленный у вас может быть разница в национальностях может быть разница в том что вы живете в разных местах разница в цвете кожи но в цвете волос не знаю чтобы прям такая белая черная не скажу но может быть и так так как расклад общий поэтому и вы его держите посмотрите как она его держит вот так вот вы его держите энергетически просто не отпускайте вы даже можете знаете как слышать что он дышит на вас прям дышит в лицо я прям ощутила вот этот поток когда человек близко или вы помните этот момент когда у вас лица были близко близко а если вы не были вместе вы чувствуете что он дышит на вас прямо в лицо впереди четко понесу меня аж уши заложила девчонки мы в потоке все нормально так его неадекватная реакция да что ему плохо как реакция сижу я просто плохо ему это вот же жена вроде бы рядом он вас видит где-то через экран через что-то светлое он видит вас совсем рядом вот она рядом а я сижу и страдаю вроде бы уже и можно было бы взять тем пальцем сообщение написать хотя бы да вот ключик же есть к двери ну давай делай что нибудь нет сижу прям страдаю умираю не могу я все такое темное и страшное вокруг меня тут просто голову поднять надо и вот он свет вот она дверь вот она ключи причем он страдает уже давненько у вас пентакльная карта она медленная давно он сидит и страдает смотря на вас через экран я прям вижу в темноте он когда включает он на вас часто ночью вечером смотрит когда темно у него прям экран как его комнату освещает и он сидит страдает хотя можно просто взять и написать а он что делает а он просто обновляет ваши отношения знаете чем своими мыслями и визуализации то есть он думает о вас постоянно он будто бы тянется к вам он даже чувствует как будто знаете как вы с него даже соки высасываете он прям может вот так вот чувствовать вот так сидя у него он может быть знаете как не может быть так и есть у него такого чувства что у него сил нету у него чувство что нет сил потому что мысли о вас просто вы вроде бы энергии у него забирают да и он становится как будто бы пустым пустым он сидит становится пустым от того что мысля о вас забирают у него энергию Смотрим еще дальше. Какая его неадекватная реакция на ваше молчание? Ну это реально неадекватно, потому что имея телефон в руках и написать сообщение, это же так легко и просто. Но это просто неадекватно сидеть и наблюдать, более так страдать. Его это реально напрягает, мягко говоря. Если с него энергия, когда он сидит, у него сил нет пошевернуться. Странный какой-то ты мужчина. Ну-ка давай еще больше раскрывай. Неадекватная реакция на ваше молчание, мужчины. Ну я говорю, что он в темноте смотрит на вас где-то. Обалдеть. Мои карты просто подтверждают мои слова опять. Вот смотрите, как сидит этот мужчина и как свет горит. Вот это он так сидит в темной комнате. Я вам только говорила, он сидит где-то в темной комнате и видит только ваш экран. Смотрите, карты подтверждают мои слова. Он сидит в темной комнате, он видит ваш экран, он думает, думает, думает о вас. Вот смотрите, сколько нужно пройти ступенечек, чтобы добраться до этой горы. Вот миллион девяносто тысяч миллиардов, не знаю, долго. Вот это вот долго он сидит и думает. То есть если у вас такое, что он вам не пишет совсем немножко, ну это немножко не так. На самом деле это происходит на протяжении длительного времени, у вас он постоянно думает. А думает знаете о чём? Я сейчас вам скажу, что вы его звёздочка, что вы далёкая, вы его яркая. Он вас не отпускает, он постоянно о вас думает. Ваша жизнь просто в жизни, в его приносят краски другие. То есть его жизнь заиграла другими красками после того, как вы появились у него. И он, конечно, вас не хочет отпускать, но ничего себе. Конечно, поменяло мне тут всё платье другим цветом, просто заиграло. Вы могли быть с ним в длинной юбке или, да, когда вы с ним встретились. Либо же в фотографии он эту любит, где вы в длинной такой, в длинном, длинный низ у одежды, точно. Но он на вас смотрит как на самую яркую, как на самую сильную. Но вы далёкая, здесь отношения по звезде, здесь разные страны, разные расстояния, разные континенты, моря и океаны между вами. И он просто чувствует себя, знаете, как ограниченным. Ограниченным, то есть здесь граница, граница, ограниченный. Звёзды неба, граница далёкая, яркая, подарившая мне просто. Он с вами в жизни, жизнь его другими цветами заиграл, он другие цвета в жизни. Он реально мог в жизни увидеть другие цвета, девчонки. Вот если человек, например, ну есть-то и люди не видят все цвета, да, мы вообще все цвета видим, каждый по-своему, по-разному. Вот после того, как он с вами познакомился, я вам клянусь, он увидел новый цвет в своей жизни. Вот новый, вот какой-то розово-фиолетово-жёлто-оранжевый. Вот такой цвет он увидел. Чётко. И он думает, когда сидит, он думает, чтобы к вам прийти. Он принимает решение, у него просто как лампочками загорается, вот он сидит вот так вот. И постоянно думает, а если я сделаю так, то так, а если так, то так, а если так, то так, если так, то так. И в конце такие вот эти весы перевешивают на то, что он просто хочет примчаться к вам. И он примчится к вам. Есть без варианта. Вы можете птицу чёрного ворона видеть, что у вас пролетает в окне. Прям пролетающую птицу можете видеть. Пролетающую. Смотрите, у вас мужчина может в вашей реальной жизни в виде птиц появляться. Вы можете видеть их и знаете, что это его проявление, его напоминание вам о нём. Чётко. Он хочет примчаться, если у него есть транспортное средство, мотоцикл, машина, на любом. Либо же на самолёте прилететь, потому как здесь летающая птица. Но быстро. Быстро прям вот рвётся, рвётся, рвётся. Давай ещё неадекватная реакция на молчание девушки. Мы сейчас всё узнаем, всё посмотрим. Неадекватная реакция на молчание девушки. А потом посмотрим, что он чувствует сам. Давайте сначала реакцию, а потом следующий вопрос. Не, ну я не могу. Опять звезда. Вы посмотрите, что делается. Я на ваших глазах всё делаю. Вы понимаете? Он опять мне говорит. Да она такая далёкая, такая яркая. Что я ещё не договорила? Почему ты мне опять эту карту показываешь? Знаете, что я не договорила? Сейчас скажу. Без вас он мир видит тёмным вокруг себя. А вы его просто озаряете. Посмотрите, я вам сейчас покажу. Вот без вас он находится в каких-то ограничениях и заборах. И всё такое чёрное. И только через вас у него, смотрите, как озаряется мир. Просто светится другими цветами. Вы видите, как вот через вас проходит и его, вот эта чернота в жизни озаряется вот этими яркими цветами. Всё сказала. Спокойся, дорогой. Так. Неадекватная реакция на ваше молчание. Смотрите, он хочет взаимодействия с вами, но это просто невозможно. А как? Он просто магичит сидит на вас. Девчонки, я вам клянусь, я серьёзно говорю, он что-то там делает. Работает с энергиями через руки. Вот сидит и пускает эти потоки. Он даже, знаете, вот так вот тут может делать. Я прям вот чувствую тепло, как идёт. И вот это он так сидит, вот думает о вас, о вашем взаимодействии, чтобы ваши энергии. То есть если вы это всё чувствуете, вы это не просто так чувствуете. Это всё происходит именно и по его желанию. Он хочет это. Он хочет, чтобы вот эта вот ушедшая красавица, как по восьмёрке кубков, это карта, когда человек уходит. Но с возвращением огонь-то не погас и горит. Она вроде бы ушла, и он магичит, чтобы вы вернулись. Я не могу. Для чего? Для взаимодействия с ней. Он сидит и магичит, чтобы вы вернулись. Блин. А что сам не напишешь? Магичит он сидит. А ну, что сам не напишешь тогда? Вот оно прям, слышишь, должна вернуться, потому что я сижу. То он визуализирует, то он магичит, сидит энергиями руками. Что вы, что, кто уже куда бежит? Опять это свисает. Третий раз, девчонки! Вы видите, что происходит? Он ей звёздами бросается сегодня. Да, он говорит, знаете что? Что вы с ним, с другой галактики. Он это чувствует, и он знает, что ты не такая, как... Ты не такая, как вот... Вот ты какая-то с другого неба, с другой звезды. Вот, я говорю, карты подтверждают. Вот эта королева, которая идёт... Это женщина с волшебной палочкой в руках, которая неземная, которая необыкновенная. Он просто повторяет мои слова. Опять вот этот вот свет, огонь горит. Он чувствует, что вы... И знаете, что он сделал? Он взял и выбил моё видео, когда я рассказывала про эту женщину. Поэтому продолжаем. Я не понимаю. Вообще, я уже шестой раз пытаюсь записать этот расклад. Он сегодня меня просто выбивает. Не хочет, чтобы я говорила. Вы представляете? Шесть раз пытаюсь записать. Наконец, пробовала, записала 20 минут. Он опять вырубил видео. А ну, давай, чувства покажи свои. Пока опять не вырубился. Не, меня же не пробьёшь. Слушай, не работает вариант. Это скинул, не скинул. Ничего, я ещё раз включу. Пока не скажешь мне всё, что надо. Я тебя не отпущу? Не отпущу. Так. Чувства покажи, своей мужчиной к женщине. Чувства покажи. Страдавец. А, вы яркое солнце для него. Вы то, что освещает его жизнь. Смотрите уже на другой колоде. Та же самая информация. Он говорит, что мы с тобой повязаны. Опять между планетами, между галактиками. Я долгое время, говорит... Мне долгое время очень плохо. Десятка мечей. Но это вообще просто жесть. Это самое... Он показывает себя, кстати... Как я говорила, я в сигнификации. Сильный лев. Король зверей. Я держу свой жезл, и мой жезл горит так, как ни у кого другого. И ты об этом прекрасно знаешь. Если ты не знаешь, то ты это чувствуешь. А если не чувствуешь, то ты просто знаешь это на подсознательном уровне. Он очень... С этим жезлом тут идёт просто огонь какой-то. И он говорит, что я очень долго уже очень сильно страдаю. А той, которая приносит мне солнце в мою жизнь. А той, которая освещает мою жизнь. Ничего себе! Вот это да! Плохо ему. Не просто плохо сейчас ему. По умеренности это вообще... Я не знаю, уже месяцами просто... Полгода ему плохо. Прямо плохо. А той, которая ему освещает жизнь. А я об этой звёздочке, об этом солнышке, которое светит и освещает его жизнь. Которую он видит другими цветами. Да, Валдеть, чувства покажи. Опять страдает. И опять долго. Да что ж такое? Он перерождается с вами. Ваши чувства выходят на новый уровень. Смотрите, другая колода. И, в принципе, информация подтверждается. Там ребёнок, да? Как он растёт. Набирается знаний, ума, опыта. Ощущение здесь. Карта Аэрофант. Это тоже самое. Карта развития. Причём это... Вы приходите... Боже мой! Просто... Это не в галактику. Это уже выше. Это выше, куда вы приходите. Боже мой! Как человеческими словами сказать это? Вы приходите в самую высшую точку развития отношений. Вы с ним идёте и проходите туда. И он показывает это, что он проходит. И вот он проходит через эти страдания, через эти мучения. Опять он показывает, как ему плохо. И ему плохо давно. Потому что это... Дереца растёт с корешка. То есть это пентакливая карта. Оно идёт, идёт. И по кругу. Оно повторяется, повторяется, повторяется. Ничего себе тут, мужик. Прям трансформацию проходит. Девчонки, я вам говорю. Причём жёстко проходит. И долго. Так, как есть. Так, как есть. Говорю всё, как есть. Так. Неадекватная реакция. Давайте ещё чувства. Ну, а чувства покажи. Ты показала, что ты страдаешь. Что тебе плохо. Просто ужасно плохо. И бесконечно. И так по кругу. И конца края ты не видишь. Покажи чувства к женщине. Блин. Да что ж такое. Так, смотрите. Ну, чувства. Он вас видит. Вашу пару. Он видит как очень хорошую. Удачную. Состоятельную. Причём полную. Полную во всех смыслах. Финансовом. В эмоциональном. В любви. Он видит вас. Ну, вот девятка Пентакли. Это карта вообще, которая показывает о полном получении. Как бы своих желаний. Мудрое. Он видит ваши отношения. Вот. Это не просто как-то встретились, поговорили. Так. Нет. Боже, 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 боже. Что сыпется всё. Смотрите, совушка тут сидит, тут мудрость. Он понимает, что ваши отношения, это не просто встреча. Он понимает, что это так должно было быть. И он осознаёт это. Он не хочет вас никому не отдавать. Он вас держит, как этот кошелёчек. Он видит только вас с ним. Всё остальное, что у него происходит сейчас в жизни, оно будто вот на расстоянии где-то с какой-то другой стороны происходит. То есть он видит вас и себя. А всё остальное для него в стороне. И опять он покажет, я не понимаю, я не понимаю. Я же спрошу, что ты не понимаешь? Почему ты на этих качелях? Говорит, я не понимаю, потому что я расту. То есть сейчас он опять, эта же карта. Третий раз. То у нас карта была просветление ребёнок. Потом это один, и второй раз опять выпадает эта карта. Он говорит, я не понимаю, я сейчас расту, я сейчас поднимаюсь на другой уровень. И он сейчас в каких-то качельных раскачках находится, потому что сейчас у нас ещё карта Луна. На дне колоды Луна говорит о таком глубочайшем самопознании, познании мира, своих ощущений. То есть он сейчас просто углубился в этих своих мироощущениях. Девчонки, до дна просто. Ему тяжело в этом. Ему это тяжело. Знаете, как я прям почувствовала? Вот когда вы ныряете под воду, вот вы чувствуете тяжесть воды. Как тяжело потом вынурнуть. А вот он, представьте, сейчас на дне. Как ему тяжело. У него просто грудная клетка вздавлена. Ему просто тяжело вдохнуть даже. Вот ему так тяжело. Вот это он сейчас показывает. Покажи ещё чувства к девушке. Ну, что-то ты сегодня прям о себе. Прям тебе плохо и это... Ну, я понимаю. Я, знаете, я понимаю, почему он не говорит чувства. Потому что вы знаете об этом. И как бы это одна и та же информация. Он вам хочет рассказать сейчас о том, что он это всё переживает, что он это всё ощущает. Ну, хорошо, ну, повторись тогда. Если она знает и понимает, ну, покажи пока чувства. Повторение мать учения. Покажи чувства свои. А-а-а! Маленький. Он вас очень сильно любит, девчонки. Карта сила и двойка кубков. Карта сила усиливает карту в несколько раз. Чувства говорят. Да что, пока сильно её люблю. Ну, если прямо перевести вот эти карты. Сильно её люблю. И страдаю, потому что я хочу быть с ней в одном доме. Я хочу быть с ней одной семьёй. Я хочу с ней быть единым целым. Я хочу, чтобы вот дом, огонь горит в доме, очаг. И вам так легко и просто друг с другом. Ну, вообще не напрягать. Вы можете просто сходить с ума, танцевать. Не думать, как вы встали. Не думать, как вы сказали. Не думать, что вы одеты. Или вы вообще не одеты. Это вообще без разницы. То есть чувствовать настолько... И вот эти энергии переплетаются между вами. Вот он страдает, он так хочет, чтобы так было. Просто обалдеть. Ну, хорошо. Давайте посмотрим. В ближайшее время ты будешь действовать? Проявишься в реальной жизни? Ни энергии, ни холодочки, ни отражения на стенах, на дверях. В реальной жизни проявишься? Думать будет. Думать будет о любви, о чувствах. Нет, девчонки. В реальной жизни проявления не будет. Как есть, так и говорю. Я бы вам самую лучшую карту в мире достала, чтобы сказать, да. Но здесь еще он не дозрел. Еще сидит, страдает. Он думает от вас постоянно. Он постоянно переживает и постоянно думает, какой мне шаг сделать для того, чтобы прийти к ней в десятку кубков. Десятка кубков – это карта семейная. Карта радости, карта счастья, карта любви, карта… Как музыка льется, вот так вот себя чувствуешь без остановки. Вот такой вот был необыкновенный расклад сегодня, девчонки, о вашем мужчине, который мне шесть раз не давал записать видео, на седьмой раз сорвал его по середине. И я его дозаписывала отдельно, но как бы он ни хотел, эту информацию я достала. Я вам ее дала. Он сейчас… Ему сейчас очень плохо. Он сейчас перетрансформируется, и этот этап для него очень сложный и очень тяжелый. Но он постоянно думает о вас и видит вас как десятка кубков. Это семья, это счастье, это покой, это… Это шикарная карта, которая говорит о… О любви, о достатке, о семье, о детках, кому возможно, кто еще может деток родить, он тоже этого хочет. Поэтому я благодарю вас за просмотр расклада. Ставьте мне лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Кто хочет меня поддержать и поблагодарить донатом, вы можете отправить денежку. Деньги пойдут на покупку новых карт и на корм птички. Шикарного вам времени суток. С вами была Евгения. Я всегда рада вам. И я очень хочу и знаю, что вы получаете здесь ответы на свои вопросы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok